Мошенничество в крупных размерах, преступления коррупционной направленности в сфере ЖКХ, нецелевое расходование бюджетных средств, эти и другие правонарушения были и остаются в центре внимания полицейских. С некоторых пор к этим деяниям прибавились махинации с материнским капиталом и другие приметы времени. О том, как сработали в прошлом году, сотрудники соответствующего управления МВД рассказали журналистам. По данным управления, растет число преступлений, выявленных в сфере экономической безопасности в прошлом году. Их 1774. Большинство из них квалифицируются как мошенничество в финансовой системе. В коррупционном блоке зарегистрировано 640 преступлений, из них сотню случаев непосредственная дача взятки. При этом взятничество имеет признак неоднократности. Как правило, один фигурант показывает несколько эпизодов. Ущерб составил общий по оконченным делам 1,2 миллиарда рублей, который был возмещен на 68%. Эти показатели позволили... У нас сейчас наше подразделение в Российской Федерации разделено на 6 групп. Мы входим в пятую группу, занять нам первое место в нашей группе и занять одну из лидирующих позиций в Российской Федерации по линии нашей работы. Афера с материнским капиталом также доставляет полицейским немало хлопот. Как отметил начальник отдела, уличить организации в махинациях не всегда легко. В отношении двух предприятий, построивших бизнес на обналичивание маткапитала, возбуждены уголовные дела. Сейчас проводится проверка по шести таким организациям. Ведется работа по пресечению проведения азартных игр под видом букмекерских контор, интернет-клубов. Сложность заключается в том, что закрытие игорных объектов и санкции не останавливают бизнесменов от создания новых подпольных казино. Видимо, наказание недостаточно жесткое. Таких игорных салонов, как раньше нету, как раньше были. Это в основном законспирированные адреса. Их мы привлекаем к административной, большей частью, ответственности. Для того, чтобы набрать уголовную ответственность и привлечь, нужно, это по статье 171 прим, нужно набрать сумму 1,5 миллиона дохода и крупных размеров 6 миллионов. К сожалению, вернее, к радости, наверное, для предпринимателей, что у нас такие проверки яркие разрешены раз в три года. То есть организовываются предприятия, через три года к ним могут только прийти с проверкой. И очень многие вот эти вот фирмы-однодневки, которые считают, что за три года мы сейчас тут все поработаем активно, а потом тут нас попробуют найти. Чем сложнее законы экономически издаваем нашим государством, тем извращеннее люди, которые пытаются это обойти. Сотрудники управления продолжают борьбу с преступлениями в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Самые распространенные преступления в этом блоке – хищение, присвоение, растрата, мошенничество. Как правило, их совершают руководители управляющих компаний, товарищи собственников жилья и муниципальных унитарных предприятий. Способы воровства денежных средств, собираемых с населения на оплату коммунальных услуг, самые разные. Но, как отмечают полицейские, и сами жильцы стали куда более подкованными в экономическом плане. Заподозрив неладные, они все чаще обращаются с жалобами в различные инстанции. Денифа Тагерова, Андрей Спиридонов, Республика.